Сегодня тема моей проповеди называется «Не можешь или не хочешь?» Это вопрос. Или по-другому можно сказать «Не обманывай сам себя». И небольшой вопрос, викторина. Начну с вопроса. Проверим наши знания библейские. Итак, какой вопрос Иисус задал больному в купальне Вефезда? Четыре варианта ответа. А. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Б. Веришь ли, что я могу тебя исцелить? С. Хочешь ли быть здоров? Д. Можешь ли войти в воду? Итак, варианты ответа. Правильный ответ. Хочешь ли быть здоров? Следующий вопрос. Какой вопрос Иисус задал слепому в Артемею? А. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Б. Чего ты хочешь от меня? С. Веришь ли, что я могу тебя исцелить? Д. За кого ты меня почитаешь? Итак, у вас правильные ответы. Правильный ответ. Чего ты хочешь от меня? Друзья, я надеюсь, что эти местописания, они помогают вам увидеть, что иногда Иисус задавал очень, мягко скажем, интересные вопросы. Или иногда, на первый взгляд, кажутся глупые и непонятные, странные. У нас так говорят, ну, у больного спросил о здоровье, да? Кажется, ну как, у больного спрашивать, хочешь ли быть здоров? Или зачем у слепого спрашивать, что ты хочешь? Разве и так? Все не ясно? Но, друзья, тем не менее, Иисус Христос никогда не задает вопросы зря. А вообще цель вопросов иногда не только получить информацию, так как я верю, что Иисус ответ знал. Но цель вопроса иногда человека заставить задуматься или переосмыслить, не давать такие привычные штампованные ответы. Ну, конечно, я хочу быть здоровее, конечно, я хочу быть духовно лучше. А ты уверен? А ты хочешь? А ты можешь или ты хочешь? Иногда, друзья, Иисус, я верю, что он эти вопросы задавал не только пытаясь человеку предложить какое-то физическое восстановление, но этот же принцип можно провести и с духовным состоянием человека. Хочешь ли ты духовно быть здоровым или иметь улучшение в твоей жизни? Вы знаете, друзья, для Иисуса не только физическое состояние важно, но для наше духовное состояние даже важнее, важнее, чем физическое. Потому что в Писании написано, какой смысл, если человек приобретает все, а теряет свою душу. Поэтому для Бога духовное состояние важнее даже, чем наше физическое. И духовный смысл здесь заключается в том, друзья, что не все люди хотят духовно быть здоровыми. Иногда быть больным выгодно. И я объясню. Если тебя в церкви попросят в чем-то поучаствовать, приложиться, взять на себя какую-то ответственность, поделиться свидетельством, например, часто мы оправдываем себя тем, что мы духовно как бы не готовы. Мы недостаточно крепкие, стабильные, нечего дать, нечего предложить. Хотя ты понимаешь, что твой потенциал намного больше, чем просто ходить в церковь. Но иногда выгодно быть теплым. Выгодно. Никакого спроса, никакой ответственности. Ну, максимальная ответственность. Ну, пробуй приходить в церковь, ну, пробуй как-то жить нормально. И вот это иногда, друзья, нас расслабляет или убаюкивает. И иногда у христиан часто бывает, что по жизни мы духовно как бы слабые или духовно хронически больные. И мы вроде бы говорим, что мы не можем, мы как бы не можем. На самом деле мы не хотим. Иногда мы просто сами себя обманываем, внушая, что мы не можем по-другому, работа, мы заняты, у нас тысячи причин. Но правда, ты просто не хочешь. Ты не хочешь. Вот почему Иисус иногда задает такие базовые вопросы, простые. А ты хочешь? А ты реально перемен хочешь? А ты действительно улучшений в жизни хочешь? Или тебя и так все устраивает? Потому что есть аргумент, ну, а других вообще здесь в церкви нету. А я уже здесь, уже, слава Богу. Не все совершенные. Nobody is perfect. И вот так вот мы по жизни идем, иногда плывем. У кого-то проблема с порнографией, но ничего не делает, чтобы получить полную свободу. Возможно, пробовал, пытался, сдался, но нет вот этих радикального такого рвения. У кого-то проблема, например, с гневом, криком, но ничего не делает, чтобы от этого избавиться. Ну, такой мой характер. А как вы думаете, ярость, крик, раздражение? Человек не может от него избавиться или не хочет? Внимательно подумайте над ответом. Человек не может или не хочет? У кого-то проблема в семье, в отношениях, и один из супругов не хочет ничего абсолютно делать в том, чтобы улучшать отношения в семейной жизни. Он не хочет идти на консультирование, он не хочет ехать на семейные ретриты, не хочет читать книги об этом, разговаривать, не хочет брать никакой инициативы, чтобы что-то менять и улучшать. Хотя знает, что есть проблема. Логично сказать, но если не можешь сам разобраться, тогда ищи помощь. Кричи о помощи. Но и в том, и в том направлении никаких движений. И так иногда бывает, друзья, у другого человека проблемы с духовным аппетитом. Нет желания читать Библию. Физически, если есть симптомы, что у человека пропал аппетит, все знают, что это болезнь. Это ненормально, это не норма. Люди начинают бить тревогу, как-то обращаться к врачам, как-то делать, что-то кормить. Точно так же должно быть и духовно. Но люди почему-то иногда свыкаются с болезнью. Болеет духовно давно. Или физически давно. Но ничего радикально иногда не делает. Чаще всего, применяя прием, я не могу. Но не всегда это правда, что я не могу. Более, правда, я не хочу. Не хочу напрягаться, не хочу. Иногда спрашиваешь у человека, ты хотел бы изменений в твоей жизни, в духовной, что-то к лучшему? Ну да, ну хотел бы. Ты хотел бы быть духовно крепким, здоровым, стабильным? Ну да, я не против. Так ты даже сам себе не веришь. И я вот слушаю тебя и тоже не верю, что ты хочешь. А Господь не только твои слова слышит, а Он твое сердце видит. Вот в этом большая разница. Иоанна 5 глава, читаем с 5 по 7 стих. История в купальне в Ефезде, где лежал этот больной человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, что он лежит там долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечает ему, ну так, Господи, но не имею человека, который опустил бы, помог бы мне в купальню, когда восмущается вода. Кажется, с одной стороны, вопрос нелогичный. Понятно и так, всем понятно, что хочет больной. Зачем Иисус спрашивает такие вопросы? Что Иисус пытается где-то выкопать у нас то, что мы не видим? Отвечаем, что мы все за быть духовными, за Библию, за Бога, мы за все хорошее, за все, за. Оказывается, во-первых, Иисусу Христу важно исповедание твоей веры. Для Него важно твой сознательный выбор, что ты поворачиваешься и сознательно обращаешься к Иисусу за помощью. Потому что в твоей болезни, в твоем духовном таком нездоровом состоянии, ты уже свыкся. Ты давно знаешь, что это не очень хорошо и очень слабо, и нестабильно, и плохо, но ты привык. Ты привык, это уже годы. У этого человека 38 лет болезни. Любой человек, который болеет долго физически, как бы ему не хотелось вроде бы перемен, исцеления, приходит момент, когда он привыкает. Привыкает к этому состоянию. Да, плохо, да, неудобно, но и так жить можно. Вот и так как-то мы живем. Вот почему Иисус приводит его в трезвость, в здравость, снова пробуждая в нем веру, активность. И спрашивает, ты хочешь? Ты точно хочешь? Дальше Иисус обращает внимание на внутреннее состояние, на сердце человека, видя насквозь, что там творится. Заметьте интересную деталь, что в этом тексте, в этой главе чуть выше написано, что в той купальне было множество больных. Написано, много было больных. Почему не сказано, что Иисус всех исцелил? Интересная деталь. Почему написано только одного? А следующий вопрос еще интереснее. А почему именно его? А чем он лучше? Поразмышляйте над этим. И здесь тоже можно задуматься, что, возможно, Иисус Христос, задавая вопросы или видя глубже в человеке, он что-то хочет получить больше, чем дежурный такой, вроде бы логичный ответ. Ну, конечно, хочу. А ты уверен? А что ты по-настоящему хочешь от Бога? И здесь, возможно, Иисус Христос видит в этом человеке, которого он исцелил, поиск, искренний поиск, ожидания, какие-то усилия, которые этот человек приложил со своей стороны. Во-первых, он пришел на то место, где он верил, что здесь я получу помощь. Дальше он не только туда пришел, но и остался на том месте до тех пор, пока он эту помощь не получил. Многие люди, мы как бы стараемся что-то в своей жизни победить, оставить, исправиться. Но это такие порывы эмоциональные, их хватает на три дня, а дальше все как было. Возвращаемся назад в свою рутину. Когда у нас не хватает вот этой ревности, вот этого постоянства, вот этой борьбы. И иногда хочется сказать, докажи себе и Богу, что ты хочешь. Действительно хочешь перемен каких-то в своей жизни. Этот человек, он признается Иисусу, рассказывает, что я сам не могу. Он сам ему рассказывает, что у меня нету человека, который бы меня опустил в эту воду. Мне нужна помощь, я не справляюсь. Я сам не могу помочь своему состоянию. И Бог удивляет его, он ждет помощи от человека, рассказывает, что нету человека рядом, который бы мне помог. И вдруг Бог, сам Бог лично встревает в эту ситуацию и дает ему помощь. С той стороны, с которой он, возможно, не ожидал. Почему другие больные не обратились, если не сказали, Иисус, что ты его исцелил, то и меня исцели. У них у всех своя адженда, формула, каким методом должны прийти перемены в мою жизнь. Вот в церковь буду ходить, но, возможно, что-то изменится. У них вот они заточены на купальню. У них вот своя формула. Вот так оно должно быть. А Иисус Христос вот как будто ожидает что-то большего, чем какой-то привычки хорошей. Он спрашивает вот эти вопросы. И интересно, что его, Христа, интересуют не только физические перемены. Самое главное, что в конце Иисус ему Христос говорит, иди и впредь не греши. Вот что он пытался там раскопать, увидеть внутри. Не только физические блага, но духовные. Это самое ценное. Самое ценное, что ожидает Бог от человека. Вот почему вот эти принципы, их можно применить и в духовной сфере, когда человек, он по-настоящему хочет и ищет. Марка 8, 36 написано. Какая польза? Если получит все, бизнес, деньги, здоровье, холодильник, дети, все есть, но душу потеряла. Душество ей повредил. Духовно человек никакой, ничто никогда не сможет тебя удовлетворить в этой жизни. Только одни это уже поняли, а другие поймут. Что без Бога жизнь, она полностью пустая. И когда человек доходит до такого состояния, что когда он изнемог, изнемог не только от физического, вот этого больного состояния, но изнемог и от духовного состояния. Ему надоела греховная жизнь, надоела апатия, надоело безразличие, надоело быть теплым, надоело быть никаким, надоело быть, не знаешь, как себя назвать, вроде и верующий, вроде бы и нет, вроде бы и в церкви, вроде бы и голова забита другим, и вроде бы и понимаешь, что плохо, и вроде бы и хочешь, но ты уже себе объясняешь, что ты не можешь. И ты сам запутался, и Иисус тебя приводит в трезвость. А ты хочешь? Ты хочешь? Будь честный, ты хочешь? А чего ты хочешь? Хочешь ли быть здоров? А если ты хочешь, есть такое, знаете, слово в Библии написано, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Человек должен дойти до кондиции, когда он просто возненавидит грех. А для кого-то это не просто грех, а состояние теплое, такое апатия, безразличие, такое слабое, постоянно духовно больной. Вот это не хочу, не могу, не хочу, устал так жить, не могу, хочу. А Иисус спрашивает, точно хочешь? Или на три дня хватит? Или ты точно хочешь? Ты созрел? И тогда, друзья, если так, тогда ты будешь действовать. Не можешь идти, устал идти, будешь лежать, но в правильном направлении. Потому что ты понял. Это все равно, друзья, как, знаете, многие сегодня хотят похудеть. Кто хочет похудеть? Не поднимайте руку, вдруг это вы. И вы знаете, кажется, вот особенно на Новый год тема актуальна. Все с Нового года, с понедельника. Потом раз пришел, как бы опять следующий понедельник ждем. Понедельник встает любимый день. И вот кажется, почему все хотят, а только у единиц у них получается? Почему? Потому что никто не хочет платить цену. Прийти в джим или в спортзал, это уже 50% успеха. Точно так же в духовном направлении прийти на встречу с Богом, с Библией, с молитвой, это уже 50%. Вот встань и просто приди, возьми Библию и сядь, посиди. И будешь сам себе сюрприз делал. Так сидишь, думаешь, а что же это я сижу? Я так давно тут не сидел, а что это делаю? Потом думаешь, а, я же вот в таком направлении. А, да, и уже ведь, уже ты чуть-чуть поближе. Сюрпризы нравятся? Вот можешь сам себе так сделать. И дальше мы говорим с вами о духовных дисциплинах. Есть одна хорошая книга, которую я прочитал. Духовные дисциплины. Говорится о базовых вещах, чем должен жить христианин. Такие же нормы дисциплины есть и в физическом мире. Мыть руки, чистить зубы, купаться, кушать. Это то, что ожидается, человек должен делать постоянно, регулярно. Точно так же есть и духовные дисциплины. Они так и называются. Молитва, чтение Писания, пост. И это все требует усилий. Это требует усилий. А это уже нам не совсем нравится. Нам не нравятся усилия. Мы живем в microwave generation. Хочется кнопочки нажать. Раз, два, три. Пип-пип. 30 секунд. Все готово. А здесь, друзья, когда физически приходят в нашу жизнь проблемы, и нам ставят диагноз и говорят, у тебя проблема, то и не всегда сразу люди верят и признают и начинают действовать. Только тогда, когда они поверили, что есть серьезная угроза их жизни, они делают радикальные вещи. Например, работу бросает, работу меняет, в другой штат переезжает, в Мексику едет, тратит деньги очень-очень много. Почему? Первое, понял. Второе, захотел. Понял, признал. А потом захотел. До этого ему люди, доктора говорили, тебе надо меняться, нужно что-то делать. И человек такой, ну я не против, ну я хочу, но не могу. А тут раз так смог. Как-то из не могу перешло в другое измерение. И так, друзья, бывает и духовно. Когда человек вот живет хронически больной, он как бы вроде бы нормально, он уже живет. Слава Богу, сидит здесь. Слава Богу, как бы все, ну не так трагично. Но вот в этом и проблема, что вот это убаюкивание, вот этот self-denial, вот этот самообман, что и так сойдет, и так идем, плывем уже давно. Но вот почему Иисус Христос задает вопросы. А ты хочешь? А ты хочешь? Ну я хочу, но не могу. Да нет, не обманывай, ты хочешь. И здесь, друзья, если ты хочешь по-настоящему, ты начнешь действовать. Для кого-то это, например, будет просто оставить сети. Какие? Социальные сети. Для кого-то это вообще не проблема. У них баланс нормальный, пользуются телефонами всем. А для кого-то это просто камень преткновения. Не дает развития, душит. Просто запутался и не может выйти. И все обманывает. Я не могу, я не могу, у меня нету времени. Да ты можешь, у тебя и время есть. Тебе просто нужно кое-что в своей жизни радикально поменять. Для кого-то нужно найти группу, где он будет в этой группе подотчетен кому-то. И скажет, звони мне, текстуй мне, спрашивай у меня каждый день, я Библию читаю или нет. Каждый день мне текстуй, помогай мне, буди меня, спрашивай у меня, ты хочешь или нет. А я буду отвечать. А если я забуду тебе ответить, ты будешь знать, я хочу или я не могу. Ну, хоть что-нибудь делай радикально, делай. Ты хочешь или ты не можешь? Я знаю, друзья, к сожалению, некоторые семьи развалились, потому что у них духовно были проблемы, были симптомы, им об этом говорили. Но, казалось бы, но не все так страшно, не все так еще ужасно. И поэтому вроде бы так жили, вот такой больной, слабый, нестабильный. А потом раз, крах. И потом человек уже плачет, и ты с ним плачешь. Что да, уже все развалилось, уже поздно. Человек доходит до кризиса, у него депрессия, у него много в жизни проблем. Но ведь же симптомы были раньше, ты был духовно, ну никакой, но просто одно название. Красивое, правда, название. Но и все. И кажется, ну давай действуй, ну пожалуйста, давай что-нибудь делать. Ну я не против, я хочу, ну я не могу, ну давай будем честными, ну давай, ну зачем, не могу. Я знаю, когда ты хочешь, ой-ой-ой, в твоем доме все знают, что ты захотел. Луки 18, 35 стих. История слепого Вартимея. Слепой сидел у дороги, прося милостыни. Ему сказали, что Иисус на заре проходит мимо, и слепой начинает кричать и говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Люди его заставляют молчать. Он еще громче стал кричать, Иисус, помилуй меня. Иисус его подзывает и задает ему вопрос, чего ты хочешь от меня? Интересненько, если бы вы там были рядом, вы бы сказали, Иисус, если что, я знаю, что он хочет. ну как-то надо же помочь Иисусу. А кто-то бы, наверное, подумал, ой, Иисус, как-то ты так не сориентировался. Даже я знаю, что ему надо. А слепой тоже мог бы отреагировать и сказать, что, ну, вообще, Иисус, ты такие странные вопросы задаешь. Если бы ты был настоящим, ты бы знал, что мне надо. а он как раз так незаметно такая деталь, такой раз в позицию смирения. Если он спрашивает, если он Бог, значит, он спрашивает не зря и спрашивает не просто ради информации, а что-то хочет поглубже. Если ему надо, чтобы я что-то переосмыслил, я ему отвечу, я скажу, что я хочу. И он с позиции смирения начинает вот этот диалог. И дальше, друзья, мы видим в этой истории, что Иисус Христос, во-первых, ему важно услышать тебя лично. Тебя лично услышать. Что ты хочешь перемен своей жизни. Иногда, знаете, бывает, что пришел человек и вроде бы хочет Богу служить. У нас бывают такие. Привела мама в церковь чуть ли не за ухо, говорит, он хочет Богу служить. И он такой стоит и как бы хочет. Или помню, пара пришла и жена говорит, пастырь, нам надо помощь. А потом как-то прорвалось, ему надо помощь. А потом, да, нам надо помощь. Вот он и потом я спрашиваю снова у этого парня, у мужа, говорю, тебе надо помощь. Так стоит. Жена говорит, да, пастырь, нам надо помощь. Потом снова, ему надо помощь. И ты снова беседуешь, дискутируешь и ты просто понимаешь, что он ну вообще, вообще просто вот в церковь пришел не потому, что он, его притянули, его привезли, слава Богу, в Америке возят, его посадили. Кажется, все полностью он уже, но спрашиваешь снова, тебе надо помощь. Он такой, ну, happy wife, happy life, you know. Yes, I know. Так ты хочешь, тебе надо помощь. И вот за тебя рассказывают, он хочет Богу служить. Надо, чтобы не мама верила в Бога за тебя, надо, чтобы не жена за тебя отвечала. Оказывается, иногда бывают такие ситуации, что все знают, что тебе нужно духовно лечиться, кроме тебя. И вот в этом, друзья, и есть вопрос, что ты хочешь от меня. Ты не мама, не жена, а ты лично. А потом дальше, а что ты конкретно хочешь от меня, как от Бога? Просто решение своих проблем? Просто вот таких вот материальных, земных, поверхностных? Это все, что тебя интересует? Смотрите, Иисус Христос видит глубже в этом человеке, вот в конце этого местописания написано о его мотивах. Он написано, прозрев, пошел за Иисусом, славя Бога. Некоторые люди получили от Бога то, что им надо, и все, они не пошли, они занимаются своей жизнью, у них свои проблемы, свой бизнес, их Бог не интересует. Когда снова будут проблемы, снова придут. Их не интересует то, что сама личность, их интересует только то, что Бог может дать. вот почему Бог спрашивает не зря, а что ты хочешь от меня? И вроде бы кажется, ну как, что я хочу? Ну денег, ну здоровье, ну вот, вот это я имею в виду, вот как раз вот это я имею в виду. А еще раз если спросить, а что ты хочешь от меня? Начинаешь задумываться, а почему он это спрашивает? Подожди, так это же, ну, так подожди, а может что-то другого надо хотеть? Я что-то неправильно хочу? А я вообще не могу. А так ты не можешь или ты не хочешь? А что ты вообще хочешь? Вот опять запутался вопросами. Но зато вопросы полезны, заставляют нас, заставляют нас как-то думать и хотя бы за себя рассказывать себе правду. И здесь, друзья, Вартимей получил с одной стороны то, что хотел, но больше, чем просто материальные или земные вещи. И Вартимей не зря называет Иисуса Христа Господом. Не просто ATM машина пип-пип-пип 30 секунд выдал, а Господом. То есть он признает, что у него в жизни есть кто-то выше, есть Бог, которого он уважает, он этим делами доказывает, он почитает, он ему готов служить, для него это Господь. Вы думаете, почему не всегда больной хочет быть здоровым? Кажется, ну как это? Конечно, хочет. А я скажу, что нет, не всегда. Знаете, почему больной не хочет быть здоровым? Потому что ему не нравится предписание врача. Кто с медициной знаком, бывает, вот приходишь в доктор, в офис к врачу и встретился, поговорил, рассказал свои проблемы, потом приходишь на следующий раз, доктор спрашивает снова, как дела? Снова те же проблемы, снова тоже болит, и доктор выдает тебе снова предписание. На диету садись, зарядкой занимайся, вот это нужно бросить, вот это оставить. Ты так посмотрел, думаешь, что мне третий раз одно и то же говорит? Я к нему пришел, чтобы он меня вылечил. Он мне третий раз вот эти свои там штучки, вот эти расписания, медицину дает, вот это надо делать, вот это надо делать. какой-то непутевый доктор, и ты думаешь, ну, приду в другой день. Приходишь, снова, снова тебе дают врач указания, предписания, тебе не нравится, ты это не исполняешь, не выполняешь, ты думаешь, в чем же проблема? Что же это мне не лучше так? Что-то мне не лучше не стает, и думаешь, ну, я, наверное, проверю его рейтинг. Раз так на гугле провел рейтинг доктора 4,7, 4,7 из 5. Думаешь, понятно, понятно, вот в чем проблема. Я себе найду 5-star доктора. Находишь доктора самого лучшего в городе, 5-star rating, приходишь к нему и говоришь, доктор, nice to see you. Говоришь, я уже здесь столько докторов обошел, я уже и у того был, и у того был, вы мне точно поможете. А врач такой опытный, так про себя думает, я не уверен. А вы ему снова рассказываете ваши проблемы, и врач спрашивает, ты хочешь быть здоров? А ты думаешь, ну, а почему бы я к вам пришел, если бы не хотел? А врач снова повторяет вопрос, кажется глупый, но нет. Ты готов исполнять предписание врача? Значит, давай усилия, давай режим, давай дисциплину, давай график, давай то бросай, то оставляй, занимайся, и ты так послушал, послушал, думаешь, доктор, файвстар, нашелся мне. Я думал, он мне скажет тут, таблетку даст, какой-то лейкопластырь тут прилепит, и за пять минут все решено. А он мне тут начинает полгода такие лечения, процессы, процедуры, и человек так вот ходит по жизни к одному врачу, к другому, и вроде бы хочет быть здоров, вроде бы хочет, он же к доктору ходит, 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 как некоторые в церковь, ходят, ходят. И кажется, ну я понял, надо, надо просто конференция, вот надо конференция, если вот надо спикера хорошего пригласить, вот тогда в моей жизни все изменится. вот нужно вот это вот, ах, я ж ожидаю прорыва, да, думаешь, вот сейчас нам нужно духовный прорыв, и ты ждешь прорыва, раз, и дома трубу прорвало. И ты думаешь, так, вот это прорыв. А ты же ожидал других, да, правда, ты ожидал что-то такого, ну будет, и снова хотел таблетку, снова хотел конференцию, снова хотел, а тут оказывается надо отвечать за слова. Ты хочешь? Или ты не можешь? Или ты снова до сих пор думаешь, что ты не можешь? Ты так действительно думаешь? Или пора говорить правду, что я просто не хочу? Я не против, но я не хочу. Итак, друзья, родителям нравится, когда дети их прилагают усилия. Правда, родители всегда такому ребенку помогут. А человек всегда хочет легкий путь. Хочет слушать, но не делать. Вот почему в Писании написано, Якова 1,22, будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающих самих себя. Но кто вникнет в закон совершенный и не будет только слушателем, забывчивым, тот будет блажен, благословен в своем действовании. Здесь, друзья, важно не только соглашаться, не только восхищаться, но и делать, повиноваться Слову Божию, которое обращено к каждому из нас. Вот почему, друзья, написано евреям 12,4, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Сражались, подразумевает борьба. С твоей стороны ты еще не боролся даже, ты даже не начинал. Ты вроде был не против, но ты даже не начинал. Здесь не просто потом, а и кровью борьба. Вообще, если мы читаем послание апостола Павла, он сравнивает христианскую жизнь с марафоном, с бегом, где подразумевается борьба, дисциплина, какие-то усилия с твоей стороны. Где-то что-то нужно выстрадать, за что-то нужно бороться, против греха, против апатии, против безразличия, против этого теплого состояния. Терпение и смирение не получается без страданий. Повторю, терпение и смирение тяжело получить без страданий. А вот эти все предписания, они в себя включают, вот эти иногда и страдания. Но христианская жизнь, друзья, у нас есть преимущество. Бог, в которого мы верим, христианство включает в себя то, что результат зависит не только от твоих усилий, не только от твоих дел, но и от благодати, от Божьего вмешательства именно к тем, которые стараются. Ты не можешь сам себя изменить, свое мышление, все свои приоритеты, но когда ты стараешься, когда ты исполняешь свою часть, Бог дал человеку свободу выбора. Вот почему Иисус написано, стучит, кто откроет? Вот почему Иисус спрашивает, ты хочешь быть здоров? Кто обратится? Кто поверит? Спрашивает, чего ты хочешь по-настоящему? Вот почему Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне. Не все, а кто жаждет? Кто хочет? Это кто стремительно рвется и хочет перемен по-настоящему? В Писании есть написано, что возненавидел вот это свое состояние. Вот почему, друзья, для нас важно, есть такое место в Писании, до ревности любит дух, живущий в нас. Бог так любит. Ему вот это небезразлично, вот это состояние, такое раздвоенное, такое никакое. И написано, Бог любит до ревности, ревнует. И дальше в этом же тексте написано, дает нам благодать. Зачем? Чтобы ты смог победить, встать, преодолеть, измениться. Бог для этого дает нам благодать. Слава Богу за это. Представьте себе ситуацию, что мама говорит вслух, не могу найти врача для своего ребенка. У нас сегодня вот много беженцев, которые приехали в эту страну, они искали. И как вы думаете, она нашла или нет? Слушайте внимательно слова. Не могу найти врача для своего ребенка. И через время я узнаю, нашла. Подожди, так она не могла или она хотела? Бывает, почему ты не читаешь Библию? Я не против, но я не могу и потому что, потому что, потому что. Так ты не можешь или ты не хочешь? Представьте себе, в чужой стране, не зная языка, английского, не зная законов, не имея машины, вдруг мама нашла врача для ребенка. Как это? Как это чудесно получается. Не могу, но хочу. Вот в чем, как бы, там, оказывается, есть секрет. Хочу. И поэтому, когда мы хотим, римлянам 8.12 написано, духом умерщвляйте дела плотские. В новом переводе, с помощью духа прекратите совершать греховные поступки. Оказывается, друзья, что в каждом верующем человеке, рожденным свыше, есть вот эти рычаги, есть потенциал, который заложен в нас, чтобы оставлять пустую, греховную или раздвоенную жизнь для того, чтобы побеждать плотские действия. И для этого, друзья, написано, что мы можем духом это делать, и нам важно понять этот потенциал и научиться им пользоваться. Как это работает на практике? Что это значит? Здесь важно увидеть, что нам нужно фокусироваться не на то, что нельзя делать, а больше фокусироваться на то, что нужно делать. Духом, написано в Писании «Живите по духу, ходите по духу, будьте вводимы духом». И когда вот эти сигналы поступают внутри тебя, что правильно делать, что ты можешь делать, какие выборы есть в тебе, и когда ты подчиняешься этому духу и занимаешь себя полезным, правильным, духовным, писанием пребываешь, в слове, в молитве пребываешь, в посте пребываешь, ты выбираешь что-то делать. И когда ты это делаешь, то ты по-любому вытесняешь другое, потому что ты не можешь делать и то, и то одновременно. Не можешь одновременно. Вот почему Писание призывает нас вот таким вот методом. И это нам поможет в нашей жизни как-то разворачиваться и идти в правильном направлении. Поэтому нам важно об этом знать. Марка 10-17 Последнее местописание, которое я хочу прочитать. Это история одного человека, который подошел к Иисусу Христу и тоже спросил, пал перед ним на колени и спросил его, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус взглянул на него и сказал ему, одного, только одной вещи, одного тебе не достает. Пойди, продай, раздай нищим и будешь иметь сокровища. Приходи и дальше возьми крест и следуй за мной. Он же опечалившись, смутившись, с печалью ушел, потому что у него было большое имение. Позвольте спросить, у этого человека ему больше подходит вариант «Господи, я не могу сделать то, что ты хочешь, то, что ты мне сказал или я не хочу? Я не могу или я не хочу?» Правда, наверное, у нас бы выскочила Христос, уважаю, 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 но не могу. И здесь, друзья, с одной стороны, этот человек, у него был вопрос правильный, цель хорошая, намерения духовные, он пришел в правильное место и к правильной личности, к Иисусу Христу. И форма правильная. Смотрите, написано, пал на колени, все как у нас принято, пришел в церковь, наверное, оделся правильно, стал на колени правильно, все как будто бы сделал так, внешне смотришь, со стороны вам кажется, ну, человек точно хочет. А Иисус так раз спрашивает, а ты точно хочешь? Ну, внешне выглядит, ну, просто сто пудов, ну, ну, как тут? а Иисус спрашивает, ты точно хочешь? Ты точно хочешь быть здоров? Ты духовно хочешь быть здоров? Хочешь перемен в жизни? Что тебе нужно от меня? Иисус, ну, почему ты такой вот, вот, прямо вот туда проникаешь? Ну, и дальше этот человек себя начинает оправдывать. Господи, я вообще все заповеди исполняю. Ну, на всякий случай, вдруг ты не знал, то я с детства. И начинает перечислять, я исполняю заповеди, я все как бы делаю. Иисус Христос так смотрит, слушает и говорит, да, ну, ты молодец, ты точно вроде бы на правильном пути. И он так сам себя как бы внушает, что я не такой плохой, не все со мной так ужасно, я нормальный. А Иисус снова глубже, глубже, глубже идет, одно задание. Иисус Христос с любовью, написано, полюбил его, точно указывает ему на его проблему. У тебя проблема с деньгами, материализм это твой идол, вот это тебе нужно оставить, вот это твоя проблема. Ну, не могу, Господи, вот то, что я и спрашивал, ты не можешь или ты не хочешь? И потом так думаешь, ну, значит, что и нам нужно продавать имение? Нет. У этого человека, у него была проблема с материализмом, это был его идол, это был его, вот это, не знаю, фэшн, все крутое, без этого просто жизни нету, никогда не будет радости и покоя, если все не будет крутое. А у другого человека, у него проблема не с деньгами, у другого человека, у него проблема с другим. У кого-то это просто телефон, проблема не в телефоне, проблема в том, что этот телефон тебя обманул, все у тебя забрал, обворовал время твое, и ты просто сам запутался, ты говоришь, не могу, не успеваю, это неправда, ты просто не хочешь. У кого-то это какая-то другая зависимость, У кого-то это фильмы, фильмы, фильмы. У кого-то это новости, новости, новости. У кого-то это гэмблинг, у кого-то алкоголь, порнография, у кого-то просто апатия, у кого-то что-то. Христос и сегодня обращается с этим вопросом каждому из нас, называя твоего идола то, что тебе мешает, попадая прямо в десятку. Вот это одно. Только одно. Только одно. То есть только одно? Мы так ожидали, что Иисус Христос нам, если мы хотим исправляться, меняться, Он нам даст тут 29 пунктов, которые ты должен выучить наизусть. Нет, никакого списка. Никакого списка, все намного проще. Вот только одно, вот это вот одно, вот это корень всего, вот это в этом все зарыто, вот это вот одно остав, а остальное все по ходу начнет меняться. И вы знаете, друзья, многие и сегодня уйдут домой печальны, как и этот парень. Вроде пришел к Иисусу, прибежал, так хочется расстроиться, сказать, ну Иисус, ну почему ты так вот, ну, спортил, я прибежал, я вот, ну, спортил настроение. А вопрос простой, простой, ты хочешь, ты хочешь быть здоров, ты точно хочешь, а что ты хочешь от меня? Поэтому, друзья, нам сегодня нужно каждому что-то оставить, каждому где-то что-то признать. Вот это что-то, что мешает развиваться, улучшаться, меняться, принимать радикальные меры. Если хочешь, давай действуй радикально, радикально, да, собирай группу, давай, сам захоти быть подотчетным, сам что-то меняй в своем расписании, проси, напоминайте мне, звоните мне сам, признай вначале, признай, а дальше действуй, действуй. Когда ребенок в школе академически отстает, то обычно учителя вызывают родителей и говорят, ваш ребенок плохо учится, делайте что-то. У родителей есть такой особый дар, они очень хорошо разбираются, если ребенок учится плохо, потому что он не может или он не хочет. Правда, есть у нас такой талант? И вот ребенок говорит, я не могу, я не могу. А мама говорит, ты можешь. Папа добавляет, ты просто не хочешь. Как это так получается? Одинаковая ситуация и два таких разных взгляда. Ребенок говорит, тинейджер, я не могу. А папа говорит, нет, можешь, 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 не хочешь. И вот когда попал человек в такую ситуацию, что обычно делают родители? Если они смотрят на ребенка, который вот в школе действительно у него не получается, академически не справляется, но он прилаживает массу усилий, он старается, он на улице не бегает, он не играет в видеоигры, он уроки учит, он страдает, и он плачет, и эти слезы капают на его вот эти книжки, тетрадки. Как вы думаете, как реагирует сердце мамы, папы, отца, что он будет делать? Я думаю, он будет сидеть и плакать рядом. Будет обнимать и говорит, сынок, у тебя все получится. Мама говорит, доченька, не сдавайся, все получится. Она будет вместе с ней сидеть, учить уроки, возможно, ей надо будет кинуть работу, оставить какие-то свои дела и заботы, возможно, надо будет нанять репетитор, оплатить деньги. Родители сделают все, разобьются полностью, все, максимум. Почему? Ради одной простой причины. Только потому, что ребенок хочет. Не получается, но он хочет. И об этом папа точно знает. Точно так же, сегодня Бог знает тех, кто хочет. Если родители, они готовы на все, чтобы помочь, то Бог готов намного больше, намного больше. Чтобы ты духовно стал здоров. Чтобы ты, в тебе в жизни пришли перемены. Поэтому все очень просто. Просто хватит тебя обманывать. И говорить, что я не могу, нет времени, это... Давай будем честны. Ты не можешь или ты не хочешь? А если хочешь, падаешь, карабкаешься, не получается. Поверь мне, Бог будет рядом. Он именно такими помогает. Вот почему он эти вопросы задает, чтобы ты сам понял, что ты в жизни хочешь. Да поможет вам Господь, друзья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok